Собственно говоря, идея создания этих картинок и вообще использования БПЛА, ЮВС беспилотников в войне возникла после просмотра видео Алексея Чедаева на дроннице, выступал он тоже с коллегами по поводу оружия победы и по поводу того, как используется, какие сейчас есть рабочие профессии у дронов. Вот, собственно говоря, вот это, ну скажем так, газовая атака, наверное, да, с помощью дронов, вот, а это навеяло рассказам Алексея Чедаева о том, что на сегодняшний момент на войне, конечно, рулит и побеждают с помощью не хай-тека, а лоу-тека, да, где там товарищ залил горючку в презерватив, да, и расшарахал ее об объект, разлил фактически бензин, да, то есть облил бензином то, что надо было сжечь, и следующим вылетом там, не знаю, сбросил, видимо, поджог там, зажигалку там или что-то в этом роде, вот, собственно говоря, сейчас использование вот этих вот, если раньше надо было засылать диверсантов, чтобы они разлили там канистру там бензина, да, вот, или там цистерну, да, или вагон, заминировали, заврали, то сейчас эта задача с помощью беспилотников, конечно, упрощается. Какие же, собственно говоря, сейчас рабочие профессии есть у беспилотников, да, в СВО и в грядущих там предстоящих войнах? Что интересно, Алексей и его коллеги тоже развивали мысль о двойном использовании, да, БПЛА, то есть те же самые БПЛА гражданского или двойного значения, на самом деле, много чего умеют. В мирное время они используются, например, там, на полях, да, распыляют над полями агрохимию, агробиологию, то есть химические, биологические средства защиты растений, да, там, вносят какие-то удобрения там в почву. А что им делать на СВО и на войне, да, с теми уже самым функционалом? Они могут, на самом деле, ставить дымовые завесы. Я, конечно, вот здесь написал боевые газы, да, но боевые газы запрещены конвенцией, соответственно, наши войны в СВО это не используют. А вот украинская армия, да, то есть вооруженные силы Украины, ВСУ и там прочие отдельные, скажем так, отморозки запрещенные, да, они нарушают конвенцию повсюду, они как раз распыляли боевые газы. Так вот, одна из рабочих профессий этого самого, там, беспилотника дрона двойного назначения, да, то есть в который в гражданское время, это ставить дымовые завесы. Дымовая завеса – это очень интересная, на самом деле, вещь как бы, да, вот, ну, то же самое, второй вид, что называется, здесь там газы, здесь, ну, боевая. Вот, соответственно, Алексей развивал мысль с коллегами, да, о том, что на сегодняшний момент, на сегодняшний момент у беспилотника, скажем так, три группы ярко выжженных профессий. Первая – это летающий бинокль, вторая – это барражирующий боеприпас и третья – это комбинация. А, квадрокоптер для сброса, ну, и комбинация, соответственно, этих самых моментов. И вот, и, соответственно, они мыслили о том, какие могут быть профессии в недалеком будущем у беспилотников, да, то есть это и доставка медикаментов, доставка боеприпасов и вынос раненых, да, и там даже доставка средств релаксации, да, соответственно, это меня сподвигло немножко просуждать на эту тему, ну, и сгенерировать изображение в нейросетке, да, шедевром, например. Ну, вот, соответственно, БПЛА, вот санитарный здесь беспилотник, он может доставлять аптечку, что называется, да, может медикаменты доставлять в нужный момент, сделать сброс, да, вот такой вот, привести роль санитара для оказания первой медицинской помощи бойцами, да. То есть мало ли там не оказалось или кончился запас средств оказания первичной медицинской помощи и средств поддержания жизнедеятельности, да, у бойцов, соответственно, можно доставить, сбросить, естественно. Стоимость там, как бы, этого сброса, да, и стоимость беспилотника, даже он погибнет, несравнима в сравнении с тем, что той полезной функцией, которую он может здесь, этот самый беспилотник, осуществить, да. Рассуждали Алексей с коллегами насчет того, что в недалеком будущем беспилотники могут, собственно говоря, раненых вытаскивать с поля боя, да, вот, но здесь, конечно, не соответствует нагрузка подъемной силе беспилотников, да, это уж как сгенерировало сеть, так сгенерировало, понятно, что там они должны быть помощнее, да, но вот вытащить, что называется, тело могут, как это, грузовое аэротакси. Да, то есть там прозвучала такая мысль, что беспилотник может работать как грузовое аэротакси. Вот, ну, соответственно, но, соответственно, возникает, естественно, много вопросов, да, как они будут управляться, как они будут выстраивать логистику, какими маршрутами, тропами они будут выносить или вывозить, как они это будут делать волоком там, да, или там все-таки с подъемом, да, с достаточной грузоподъемностью они будут тащить раненого. Какой маршрут они изберут, да, чтобы он, опять же, не попал в засаду, да, или под огонь противника, да, будут ли эти БПЛА немножко мимикрировать, скажем так, ну, вот тот комплект, что называется, эвакуации, да, те самые носилки, на которых повезут, понесут раненого, да, и сам БПЛА, будет ли он мимикрировать подместность, чтобы обеспечивать, скажем так, маскировку, да, ну, чтобы, опять же, раненые не нанесли ему, опять же, поражение, да, еще больше, вот, эвакуация раненых, да, доставка медикаментов, рабочая профессия, доставка боеприпасов, вполне себе логичная функция, да, то есть он может принести небольшой набор с капсулем, ну, скажем так, со взрывателем или без, в разобранном или собранном состоянии, да, там вы же, наверное, знаете, что по требованиям взрыватели переводятся отдельно от боеприпасов, да, вот, то есть он может отдельно доставить взрыватели, отдельно доставить боеприпасы, да, или возить такие боеприпасы, которые не детонируют, да, вот, то есть в любом случае это, что называется, можно продумать с точки зрения боевой логистики, все равно эти задачи так или иначе выполняются в ходе снабжения передовой, да, вот, и снабжение вообще воинов БПЛА в том числе будет встраиваться в эту логистическую цепочку, да, ну, вот здесь показан там, я попросил нарисовать зарядный ящик зеленого цвета, защитного там хаки, ну, вот нейросетка нарисовала вот такой зеленый цвет, понятно, что в условиях даже местности, на фоне которой он летит, он обнаружится махом, да, то есть это явно должен быть какой-то камуфляж, ну, вот, например, он попытался уже другой нарисовать, да, цвет зеленый цвета хаки, да, доставка этого самого ящика, да. Одна еще тоже интересная функция БПЛА может доставлять горячее, ну, не скажу котловое питание, но горячее питание бойцам и вообще просто питание, то есть он может доставлять сухпай, он может даже довести там термосы, фляги, он может довести даже кастрюлю, ну, в принципе, там, скороварку там запечатал ее, да, она не прольется, переворачивает, не переворачивает, да, то есть вот какую-то вот такую мультиварку, скороварку, да, он вполне может с горячим котловым, фактически уже даже питанием, жидкостью, да, то есть вполне себе БПЛАшка может достать. Вот. Еще одна интересная функция разминирования, будущее разминирования, так называемый сапер там камикадзе, например, вместо сапера камикадзе, да, вот уже используются большие машины для разминирования, которые принимают там взрыв боеприпаса на себя, но не исключено, что появятся интеллектуальные вещи, которые разминируют, то есть, собственно говоря, извлекают взрыватель, да, ну, а если погибнет, ну, извините меня, не жалко, сапера жалко, а эту штуку не жалко, какой бы дорогой она ни была. Так, это вот тоже из области там находить, это уже, конечно, не БПЛА летного типа, да, то есть это БПЛА уже ползущего на гусенином ходу, да, вот, но, по крайней мере, функцию разминирования, нахождение какого-то боеприпаса, нахождение извлекаемых или неизвлекаемых зарядов, в принципе, вполне себе может эта самая штука использовать. Ну, и, конечно, там пошутили о том, что можно на передовую доставлять средства релаксации для бойцов, да, вот такие вот как бы, ну, вот это то, что как раз на дроннице, на слете операторов боевых БПЛА Алексей Чедаев рассказывал, да, вот в этой связи. Ну, а это уже продолжение там истории, Алексей в том числе рассказывал, как может выглядеть будущий памятник оружия Победы ВСВО. На СИМ, скажем так, легкий экскурс в боевое применение беспилотников двойного или гражданского назначения, о котором подробно как раз коллеги рассказывают, заканчиваю. Продолжение следует...